Пенсионер Афган Ял-Аладдинов даже и предположить не мог, что под старость лет ему придется готовиться к суду, доказывая, что стал жертвой обмана. Однако другого выхода у одинокого старика просто нет. 84-летний шимкендец одномоментно лишился средств, которые долгое время копил на собственные похороны. Самое скверное в этой истории то, что обманули его люди, которых Афган Ял-Аладдинов считал почти своими детьми. Они очень вошли в хорошее доверие, потому что он очень хорошо знал их родителей тоже. Они дружили с детства. Вот такие дети у них. Я их похоронил. Отца я помыл, похоронил. Вот они мне детвора их не так... А дети вот так вот сделали. В прошлом году у пенсионера случился приступ. Едва шевеля руками он смог позвонить только дочери своего покойного друга. Та сразу приехала, организовала скорую помощь, навещала старика в больнице. Когда болезнь немного отступила, Афган Ял-Аладдина вернулся домой. Тут забота со стороны взрослой женщины приобрела несколько иной характер. Они брат с сестрой. Еще нотарию. Три человека вошли ко мне. Я лежал тут пластом. Вот. Ну пришли. Кран притащила толстый после матери. Руку положила. Клялась, говорит, деда... В твою пользу. Ну не переживайте. В твою пользу, да. В твою пользу вроде как мы тебе помочь хотим. Он поверил. Он просто поверил. Человек поверил. И подписал, конечно. Подписал он неправильный документ. Он подписал доверенность. И этой доверенностью они воспользовались. Они просто знали, что у него со зрением плохо. Как выяснилось, старик подписал договор продажи собственной квартиры, а заодно и доверенность на получение своих сбережений с банковского депозита. Об этом пенсионер узнал спустя три месяца, когда, оправившись от болезни, смог вникнуть в суть. Оказалось, что в своей квартире старик проживает теперь на правах квартиранта, а все похоронные сбережения сняты со счета. При этом никаких денег от продажи квартиры, ни банковских накоплений он не получал. Афган Ялаладинов обратился в полицию. После долгих разбирательств квартиру ему вернули в виде дарственной. А вот куда делись похоронные, теперь предстоит разбираться в суде. Если даже, если даже, они помогли этому человеку, они помогли этому старику. Дядя Андреев в состоянии заплатить и за сиделку, и за работу. Он даже сказал, вот на следствии, да, на следствии вы сказали, при адвокате он сказал, даже бы, говорит, если бы, говорит, все, я на ноги встал после такого вот инфаркта, я бы облагодарил ее. Не то, что там 30-40, даже дед сказал, 150-200 тысяч, говорит, я бы заплатил за работу. Но полтора миллиона забрать, пусть за два, за месяц, это значит, выходит, у нас в Чемкенте очень провинциально, очень серьезная сиделка. Неравнодушные к судьбе пожилого человека соседи собираются подать заявление в районный суд. Адвокат, нанятый пенсионером, добивается возобновления следствия по факту мошеннического присвоения денег. Несмотря на все меры, предпринимаемые правоохранительными органами в борьбе и профилактике мошенничеств, подобные факты остаются нашей повседневной реальностью.